Матфея, 5 глава Я искренне верю, что Бог занялся нашей верой, потому что мы хотим видеть, вы знаете, часто люди говорят, чудеса и знамения. Это должно быть нашей жизнью. Мы учимся, чтобы наша реальность это была именно Божья реальность. Кто-то может извратить мои слова. Божья реальность это наша реальность. Вы слышите? Сегодня, когда мы говорим о Божьей реальности, для многих это целая фантастика. Потом мы часто говорим, ну это очень духовно, но в реальности. Когда Библия говорит, все, кто живут по духу. Слышите, живут по духу. Не просто там два часа уделили соединиться с духом. Живут по духу. Им нет никакого осуждения. А живущие по плоти умрут. И я скажу, что многие служения в служении Богу уже умерли и думают, что не служат Богу. И сейчас вы думаете, что смерть это только тот день, когда ты в гроб уже лег. Апостол Павел говорит, чтобы мы не были очуждены от жизни Божьей. Знаете, каким образом? По суетности ума. Ожесточается сердце людей. Потом многие при жизни могут быть мертвы и продолжать служить Богу. И я говорил, что многие даже праотцы служили Богу или верили Богу в прошлый урок, но не верили самому Богу. То фарисеи верили в Бога. Авраама, Исаака, Иакова. Но когда перед ними стоял Бог в лице Иисуса, они не верили в Богу. Верили в Бога, но не верили в Богу. Это то, что я вижу сегодня. Многие верят в Бога, но не верят в саму Богу. Только когда Бог говорит, там столько у нас приманок всяких, о которых я сегодня хочу чуть-чуть поговорить. То я верю в Бог, Он занялся нашей верой. И я говорил много раз, мне не нужна писягическая вера. Мне не нужна харизматическая вера. Мне не нужна баптистская вера. Я верю, что Бог от меня хочет, чтобы я имел веру Божью. Веру Божью. Матфея, 5 глава, 37 стих. Позвольте мне заглянуть на этот текст как бы с другого ракурса вообще. Позвольте мне посмотреть, как вот Бог видит наш образ мышления. И где у нас больше всего проблем в нашей вере. 37 стих написано, но да будет слово ваше. Да, да. Или нет, нет. А что сверх этого? Другими словами, что есть всегда что-то сверх этого. И оно очень опасно. Но мы к этому не придаем много значения. Мы об этом даже не говорим. Библия говорит, да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. Это зависит от образа мышления. Который формирует нашу веру. Потому что все, что сверх этого связано с неверием. Hello! Все, что сверх этого определяет наше мышление. Которым есть недоверие. И в этом недоверии очень много неверия. Потом Иисус говорит, да будет у вас да. Или нет. Вы даже не представляете, как просто было бы жить. Ну вот что меня удивляет. Почему сегодня, когда многие люди говорят, да, мы им не верим. Мы заставляем их чуть ли не кляться. Мы, basicly, force them to swear. Почему я слышу сегодня от многих людей, которые говорят, лучше в бизнесе не иметь дела с верующими людьми. что это за лицо? Что это за образы? Я хочу отрезвить всех нас. Говорят, лучше иметь дело с неверующим человеком, чем с верующими людьми. than with believers. Потому что у них сверх этого столько. Говорят, да я не обманул, я пошутил. Oh, I didn't lie. Just joked around. You know, I was just... Это что, обман? Ты спрыгал чуть-чуть, но даже ради Господа, ради семьи. И многие люди не хотят иметь дело с верующими людьми. Больше не верят в да или нет. Вы знаете, что это говорится? Это показывает целый образ мышления, который формирует веру или неверие. Потому что у нас проблема все, что сверх этого. нам уже недостаточно слова «да». Или слова «нет». Нам нужно чуть ли не подписи, печати. Я сейчас говорю за христианский мир. Нам не хватает, что я сказал, я это сделаю. Все, можно даже не повторять на два раза. Библия говорит, что если даже это против тебя, когда Псалм написано, если ты клянешься злому, это в синодальном переводе, в оригинальном значении «в ущерб себе», все равно исполни, потому что ты отождествляешь природу Бога. Вы слышите? Природу Бога. В ней нету сомнений. В ней нету «да» или «нет». Там нету сверх. Все, что сверх, это удалось дьяволу сформировать в нашем образе мышления, чтобы туда посеять недоверие и неверие. Иисус говорит, вы должны так мыслить и должны так верить, что там нету разбавленных вещей. Человек с двоящимися мыслями неблагонадежен для Царства Божьего. Человек, взявший в руки плух и поворачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего. Меня будоражит. Все, что говорит Евангелие, мы делаем все наоборот. И просим еще, Бог, помоги нам. Это же уже продукт, это уже результат. столько намешано всего, что навсегда, знаете, если, всегда подозрения, мы в каждом подозреваем. Сколько мне люди здесь в команде говорят, мы постоянно наблюдали за тобой, Андрей. Я говорю, да расслабьтесь, ставьте видеокамеры у меня в хате, в доме. Я их не боюсь, потому что я не перед вами хожу. Я не играю в цирк здесь на сцене. Меня самому волнует Бог. Меня интересует настоящее, потому что я сам хочу этого. Все, что остальное, я не знаю, как это появилось. Я просто хочу Бога в своей жизни. Потому что мне нечего играть в театр христианский. Я наоборот хочу, чтобы кто-то умер во имя Иисуса весь этот театр христианский. И чтобы наши слова были и да, или да, или нет. И мы научились верить Богу и верить верующим людей, которые верят в Бога или верят Богу. Потому что, когда я смотрю на этот текст, я вижу мысли Иисуса. Я вижу целый образ смышления. Я вижу целый образ веры. Все, что сверх этого, то это пища для бесов. Вы слышите? Все, что сверх этого, это платформа для дьявола. Все, что сверх этого, это от лукавого, от обманщика. Библиотек лукавый, обманщик. Поэтому все, что сверх, это от лукавого. То, когда зачастую мы сегодня вот уже стали продуктом вот этих сомнений, подозрений и неверия, потому что соприкасались с людьми, которые представляли Бога. Слышите? И мы верили им, потому что мы все с вами отображаем образ Христа. Мы должны понять, что больше физически Христос не явится на эту землю. Теперь я и ты мы письмо всеми читаемое. Библия говорит, что Он хочет, чтобы мы были подобны образу Иисуса. Вы поймите, что подобное это не завязаться в платки и натянуть на себя все. Это природа Бога внутри тебя. Это Божий характер внутри тебя. Чтобы люди могли сказать, Ему не верю, Ему не доверяю, но если она сказала, ты можешь даже не подписывать контракт. Она это сделать не ради тебя. Она это сделать ради себя. Слышите? Ради себя. Ее вера Богу. Все, что сверх этого, это от лукавого. Я думаю, Боже, когда-то начало происходить, что мы постоянно все разделяем. Все разделяем. Я сейчас услышал, говорят, надо отделять помазание от характера. Я говорю, я не знаю, я знаю, что помазание изменяет характер. Слышите, я что-то не пойму вообще это все, я не могу понять в христианстве это все, просите меня. Просто не могу понять, как это удалось дьяволу так всех обмануть. Что мы на каждый обман находим оправдания библейские. Ну, не могу это понять, просите меня, просто не могу. Вы поймите, почему я это говорю. Потому что дары Духа Святого на лживых отношениях не активизируются. Мы должны понять, что чудеса на лживых платформах не происходят. Я понял одно, что когда мы наклонили свое сердце, чтобы Бог мог творить чудеса, Бог вернет нас к Божьей вере. Потому что чудеса имеют основания, это Божья вера, это Его природа. Потому чудеса это не то, что Бог творит, а то, кем Он является. Одно из имен Его чудный. А имя Бога это природа Бога. поэтому Он является этим. Бог не имеет веры, Он есть им эта вера. Вы слышите? Потом когда мы имеем дело с Божьей природой, мы естественно имеем веру Божью, с верой Божьей дела. Потом я понимаю, что Бог сегодня восстанавливает саму веру, понимание Божьей веры. Он выбивает с под ног наших лож. Чтоб мы могли не нащупывать веру, а иметь, понимаете, что такое вера? Вера от уверенности. От уверенности. От уверенности. Встань, Эрик. Встань. Садись. Он сел на стул, даже не думая, выдержит ли этот стул его. Понимаете, как работает вера? Вот он не сказал, слушай, а можно выдержать меня сейчас? Дай попробую, на греческом, как это будет? Как на греческом будут вообще попробовать сейчас, выдержит ли меня? Вы поймите, он даже не думает, потому что он уверен. Он просто сел, даже не задумываясь. Вот так работает Божья вера. Она настолько уверена в нем. Там нету если, может, когда-то, каким-то образом. То, что все, что сверх, оно от лукавого. И вот здесь удалось дьяволу поймать нас. Потому я хочу, чтобы мы сегодня могли всю свою веру инвестировать в Бога. Начали учиться Богу производить в нас Его веру. Чтобы вот эта ложь, она вылетела с под ног наших. С под ног наших. Вы даже не представляете, сколько мне, много, я не хочу называть имен, сколько служителей, которые много лет служений. Они не верят, что на Голгофе Иисус все совершил. Не верят. Тогда вообще на чем наша вера бассируется? Верен Бог. Как мне нравится это. Это Его природа. Верность Бога это Его природа. Это как скелет, на котором все нарощено. Понимаете, мы говорим, что Бог тебя любит, потому что Он верный. Все строится на верности Бога. И вы должны понять, что Бог верен не ради тебя, а ради Себя самого. если Бог сказал одно слово, у него нет, не да, не нет, если Бог сказал слово, Он верен Своему Слову ради Себя. Зачастую Он в ущерб себе. если можно так выразиться. Вот дайте объясню, что я помню, когда-то я вел, это было очень давно, нехорошая жизнь. Это был другой Андрей. Я его не знаю. Помню только. Но мне были пророчества. Я думал, что это ложные пророки. Бог говорил ко мне, ты мой избранный. У меня мои планы твоей жизни. Он мне говорил такие вещи, что мне хотелось заткнуть пророку устой, сказать, посмотри на мою жизнь. Посмотри на мою жизнь. Но я понял, как оперируют дары и Бог. Но я понял, как Бог и дары, как они operate. Мы должны понять, что Бог Он из вечности. Он видит мою жизнь и от начала, и конец в одном целом. есть такое выражение «можно проиграть битву, но выиграть войну». Я знаю, что Он видит меня в Своем предназначении. Он знает, что в этот сезон я обманут грехом и дьяволом. И проигрываю битву. Он видит мою жизнь уже как выигравший войну. И знаете, что делает Бог? Бог в Своем пророческом слове показывает Его предназначение для меня. И знаете, что Он делает? Он забирает мое внимание и поворачивает Его в свою веру. Вы слышите? Он через Свои обетования в мою жизнь забирает мое внимание от моих недостатков и грехов. И через Своё Слово Он показывает мне, как Он видит меня. И это подымает мою веру. Это дает ненависть к этому обману и греху. И я хочу тянуться к тем обетованиям Божьим. Он всегда подымает веру во мне. Он всегда через Своё Слово показывает так, как Он видит меня в своём предназначении. Он всегда забирает меня от обмана. И я точно знаю, что тогда был Бог. Он просто видел мою жизнь и от начала и конца в одном контексте Своего предназначения. И Своим Словом Он подымал мою веру. Он вытягивал меня на высоты для меня недосягаемой. Так работают дары. Так работает Бог. Он не оправдывает мои недостатки, но Он показывает мне путь лучший. И говорит, сынок, это не твой сил. Это не твоя природа. Это не мое предназначение. Вот что я для тебя имею. Оставляй это все. Подними свои глаза. Поднимай свою веру. Вот как я вижу твою жизнь. Это Бог. Вы слышите? Он верен. Он верен ради себя. И вот 2 коринфянам 1 глава написана. Верен Бог. И дальше апостол Павел говорит, что слово наше к вам оно не было то да, то нет. Сегодня да, завтра нет. Через полчаса может быть. Еще через час я думаю как-то так. Вдруг если все что сверх и написано не было то да, то нет. Слышите? И дальше он говорит, ибо Сын Божий Иисус Христос проповеданный у вас нами. Это очень важно. мною и Силуамом и Тимофеем. Другими словами говорят, мы представляли эту природу Божью. Это было через нас. Потому вот мы стоим перед вами. Вы можете судить нас. Но слово наше не было то да, то нет. Он сначала говорит, верен Бог. А потом говорит, слово, которое мы вам проповедовали. То есть через нас. Бог Он верен. Но как люди увидят Бога? Через измененную нашу природу. Мы проповедовали вам. И в нашей проповеди не было то да, то нет. Потому что если так будет, мы посеем сомнения пищу для бесов. Я могу что поняла. Я могу сказать, у меня сегодня не все получается. Но я не добавляю ничего в Божье обетование. Я наоборот забираю оттуда мою веру. И говорю, Бог, я хочу иметь Твою веру. И я верю, что Ты все совершил на Голгофе. И вот это мое основание. Вот это истина. А все, что вокруг меня, это не истина. Вот там истина. Это начало моей жизни в благодати. Поэтому он говорит, не было то да, то нет. И говорит, что мною, Силуаном и Тимофеем не было да и нет, но в нем было только да. И 20 сих это любимое мое место. Ибо все обетования Божьи в нем да. И в нем аминь. И в славу Божью. Через нас. Представьте. 21 сих говорит, утверждающий же нас. Скажите со мной, утверждающий же нас. С вами во Христе помазавший нас есть Бог, который и запечатлен нас и дал залог духов сердца наши. Аминь. Халлелуя. Вау. Который помазал. Который дал нам Духа Святого. Я верю для того, чтобы Дух Святой имел нас и мы имели мышление Христа. Чтобы нас в нем все обетования Божьи в нем да. Вот я вижу, куда сводится вся вера. Когда у нас разбавленное учение, у нас разбавленная вера, соль теряет силу только когда ее размешиваешь. Иисус говорит, вы должны иметь в себе соль. Соль. Мы должны наполнить всю свою внутренность. как он говорит Езекиилю, когда ты встанешь перед народом, говори моими словами. Я быстро еще один текст и мы помолимся. Второе Петра. Один три. Я хочу показать, как оперирует Божья вера. Как она вообще проявляется в нашей жизни. Мы все знаем на текст Писания в Римляне мы часто читаем, что вера от слышания. Но если слышание не будет от Божьего Слова, а разбавлено человеческим мнением, и всякими религиозными приправами, мы никогда не сможем иметь веру Божьей. Мы должны понять, что вера от слышания. Слышание не от буквы Слова. Позвольте мне быстро что-то здесь показать. Потому что многие думают, что когда речь идет о вере от слышания, от слышания от Слова Божьего, люди думают только за текст Писания. Скажите мне, сколько сегодня люди пребывают в тексте Писания и не имеют веру Божьей. Потому что сама буква не меняет человека. Библия только Дух животворит. Поэтому если не будет слышимого голоса Духа Святого в сердце твое, не хлебом единым будет жить человек, потому что человек будет каждый жить своей верой. Но когда от слова, которое озвучено, но всяким словом, исходящим, не исшедшим, сейчас Бог говорит, Бог всегда говорит, я есть им всегда. Поэтому не тогда, когда Бог говорил, ты можешь иметь веру в Бога, если Он когда-то говорил. Но когда Бог говорит тебе сейчас, ты имеешь веру в Бога. Вы слышите? Когда Бог говорил, ты имеешь веру в Бога. Но когда Бог говорит сейчас, ты имеешь веру в Бога. Вы слышите? Слово исходящее из уст Божьих. То есть, как говорит Бог, мы не ставим формы. Но нам нужно постоянно близость с Духом Святым. Чтобы даже через номер машины Бог мог проговорить в твою жизнь. Потому что Дух животворит. Вы слышите? Это очень важно. Очень важно. Поэтому вера от слышания. Но если я буду говорить к вам сейчас, и вы слышите, и если я не проповедую от Слова Божьего, вы не будете иметь веру Божью. Потому что исходящее от Бога, оно есть Божье. И оно для Бога. Поэтому я могу говорить очень крутые принципы. И вы больше будете иметь веру в эти принципы, чем веру в самого Бога. Я могу начитаться множество книг. И говорить очень важные, хорошие фразы. Но это не вера Божья. Вот он необходим, чтобы тот, кто говорил, он говорил слова Божьи, которые оживотворены Духом Святым. Они все внимание забирают не на Андрея, на Бога, на его веру. Чтобы люди верили не Толику, не Вадику, но Богу. Вы слышите? Потому что через Вадика я могу верить в Бога. Но если у меня с Духом Святым отношением, я верю Богу. Это очень важно. Смотрите, что написано в 2 Петра. 3 стих. Я заканчиваю. Как от божественной силы, это место я раньше много цитировал. Как от божественной силы его дарованное нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание. Через познание. Все через познание. Призвавшего нас славою и благостью. Которыми, слышите, дарованы нам великие и драгоценные обетования. Дабы вы через них, моя мысль, то есть соприкасаясь с этими обетованиями, которые дарованы великие в нашу жизнь. Библия говорит, чтобы вы через них соделались, причастниками Божьего естества. Вы слышите, вау, стали отождествляться с Божьей природой. Библия говорит, через которые вы соделались причастники Божьей, 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 И следующий стих говорит, удалившись от господствующего в мире растления похоти. все обетования в нем да и аминь. Все обетования в нем да и аминь. Когда я соприкасаюсь с Божьими обетованиями, я соединяюсь с природой Бога. Когда я соединяюсь с природой Бога, я имею Его веру. Божью веру. Когда я соединяюсь с природой человеческой, я имею веру в человека. Есть религиозная природа. И когда мы с ней соприкасаемся, мы иногда больше верим нашим деноминациям, чем самому Богу. Простите меня, я не хочу никого убедить, но многие превознесли свои союзы, свои деноминации больше, чем личность Бога. Потому ты часто говоришь, но Слово ведь говорит. А сейчас говорят, а у нас вот так. Ну вот Слово же говорит. Боже, прости одного служителя, я специально не называю, но он сказал, что-то за мода пошла в молодежь. А где это написано? А где это написано? Разве вы мне моим словам не верите? Почему я должен верить твоим словам? Я хочу иметь веру в Божью. То мне нужно Божье Слово. Мне нужна Его природа. Вы же поймите, я не прошу, что верьте мне. Не надо мне верить. Я вместе с вами хочу верить в Бога, в Богу. Я хочу верить в Бога. Не важно, я проповедую здесь, мы поем, не важно, мы все соработники у Бога. И все, что со сцены делается, это не для того, чтобы создать театральную, религиозную постанову. Мы используем это время, все, кафедру, учиться от Духа Святого. не вы, я вместе с вами. Поэтому я никогда ненавидел, когда люди со сцены кричат, вы, 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 вы. Но мы, мы, мы все должны изменяться, дорогие. Мы все должны позволять Духу Святому изменять нашу жизнь. Мы все с вами укореняемся в Слово и просим Дух Святого живи это внутри нас. Мы хотим видеть все твои обетования, в которых нету сомнений. Да и аминь. И через эти обетования я вижу верность Бога. Если люди соприкоснутся не с моей природой, но Христа природой во мне, мы возвратим культуру неба, вы слышите? Царство Божьего, где ты сказал «Да» и не надо подписей. Не надо клятв. Не надо массу оправданий. Не надо массу придуманных вещей. Да или нет. Все белое или черное. Мы создадим доверие Богу. Люди не верят сегодня Богу только по причине, что люди верующие представили неверу. Я пост начинал, я просто удивлен, сколько в нашей вере неверия. Слышите, столько в нашей вере неверия. Знаете, Потому что сегодня мы не видим обетования Божьей. Но это как комок. Это уже результат. Я верю, что Бог нас наклоняет к основе. изменяет наш образ мышления. Чтобы не были сдвоящимися мыслями. Для то, чтобы мы могли иметь ум Христов. Чтобы мы могли соприкасаться с Его природой. И потом стать письмом, представлять Бога. Чтобы люди, имея дело с тобой, имели дело с природой Бога. Слышите, я понял вот что. Боже мой, помоги нам. Я на этом закончу. Можно, Альсия? Что мы будем нести с вами ответственность. Слышите? Мы реально верующие люди. Мы или несем веру Божью, или мы несем пищу для бесов. Сомнение. А можно тому служителю доверять? Представьте, что происходит. Я-то себе сейчас говорю. Это меня отрезвляет ходить перед Богом, не перед людьми, понимаете? Я же понимаю, что если я не буду изменяться, то люди будут соприкасаться с моей плотью. и я буду источником пищи для бесов. Даже мудрость человеческая, она бесовская. Серьезно. Потому я понимаю, что у меня больше нет персональной жизни. Вы слышите? У меня есть одна жизнь, это Христа, это Его жизнь, моя жизнь, это Его жизнь, все. Я или веру Божью буду нести, или целые сундуки сомнений, неверия, постоянных подозрений. Это вызов. Я не похвалу, я просто использую примеры. Мне недавно один человек Божий сказал. Смотрите. Он говорит, я не все понимаю, что происходит в служении Андрея Шепово. Я просто этого никогда не переживал. Потому для меня многие вещи новые, чуждые. но я знаю его жизнь. Я доверяю больше его вере в Бога. Слышите? Я знаю его отношения с Богом. Я знаю его отношения с Богом. потому я не опираюсь на то, что видят мои глаза или мои уши от кого-то. Я опираюсь на его личную жизнь с Духом Святым. И даже если я все не понимаю, это говорит, может, что Бог не использовал у меня в этих дарах. Но я опираюсь на то, что я знаю его раньше. И знаю сейчас его жизнь. Это разные люди. Да я не то, что себя сейчас хвалю, я просто использую пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Все основания для сверхъестественного и то, что мы называем сверхъестественным, а для Бога это его природа. Оно должно основаться на вере Божьей. На его природе. На его природе. Дайте я успокою одним текстом Писания, потому что постоянно этот текст Писания приводят и постоянно говорят, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем чудеса творили. А он в конце сказал, отодите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал о вас. И это когда хотят постоянно остановить что-то Божье, упоминать этот текст Писания. И чтобы, знаете, то, что даже если начнут действовать, дорогие мои, помазания начнут действовать, всякая ложь выплывет наружу. Многие с кафедры не хотят, чтобы правда вылезла наружу. и я не хочу. Потому что я лучше буду изменяться. Потому что мы все люди. Вы слышите? Только разница, когда я прикрываю ложь или когда я иду на свет и скажу, Бог, изменяй меня. Боже, я во свете Твоем хочу видеть свет. Измени меня. И сохрани мою жизнь. Не Твоим ли именем беса изгонять? Was it not by your name that they cast out demons? Я думаю, вы цитируете текст, но вы хотя бы одного беса хоть его именем и знали или нет? Если вы там цитируете такие исписания. Библия говорит, у верующих будут сопровождать эти знамения. And I think to myself, have you cast out even one demon using his name? Because the Bible says that by his name they will do these things and these signs and wonders will follow the believers. Бес, отвечающий за сопли сноса, хотя бы его и знали или нет? Have you even cast out a demon that, you know, causes colds? Хотя мне кажется иногда его сложнее чем кого-то из нас. Although I think sometimes he's a little bit more complicated to cast out than others. Я никогда не знал вас. I never knew you. Если вы сейчас можете понять то, что я скажу. If you will be able to comprehend насколько нам нужно близость с Богом ежеминутно. Я дам вам беседу этого текста. Бог никогда не скажет я вчера тебя знал. Или позавчера он всегда есть. У него нету ни вчера, ни завтра. Он всегда во всем. чтобы нам понять Бога, нам нужно понимать что такое вечность. Как мыслит Бог. У Него один день как тысяча лет. Вы понимаете? Что если Он даже скажет вчера, тебя там еще не было. that even when He says yesterday, you don't even exist yesterday. Только когда Бог скажет, я вчера тебя знал, тебя еще не было там. вы должны понять, что вся вера Божья, вся наша жизнь, она основывается сейчас. Right now. I am. Вы же поймите, так же само Бог, когда ты... Слушайте внимательно, не пропустите, это очень важное откровение. Так же само, как ты вчера не служил Богу. Но сегодня служишь Богу. Бог говорит, я знаю тебя. Или же если ты сегодня служишь Богу, но завтра отошел от Бога, Бог говорит, отоди, я не знаю тебя. Вы не услышали, вы не поняли сейчас. Когда ты вчера не служил Богу? Но сегодня ты отдал свою жизнь Иисусу. Бог говорит, я знаю тебя. Я не знаю, что было вчера. Потому что Он все выбрасывает, захрип, никогда не вспоминает. не вспоминает. Даже если ты минуту был самым грешным. Но только что ты принял Иисуса. Бог больше не знает, что было минуту назад. Он говорит, я знаю тебя. Ты мое дитя, искупленное кровью, омытый, освященный. Все обетования принадлежат тебе. Он не вспоминает. вспоминает. Он знает сейчас. Он знает сейчас. Ты можешь сидеть и без выхода сюда, наперед. И без выхода сюда, наперед, дать Иисусу, прости меня. Я истой. И вы можете услышать, и слышать. Ты мой сын. Иисус мой сын. Но так же самое. Если ты вчера делал что угодно, но если ты остановился в отношении с Богом, ты перестал дружить с Духом Святым, ты перестал дружить с Духом Святым, и слышать голос, и отошел от Бога, Бог не понял всех твоих вчерашних дел. Бог говорит, я тебя не знаю. Поэтому я никогда не хочу хвалиться вчерашним действием. Я должен жить им сегодня. Слышите? Сегодня. Я хочу слышать сегодня, что Он знает меня. Чтобы я слышал, что Он хочет, чтобы я делал. Вы должны понять, что если на Толика, на Вадике дар исцеления, и он может начать хорошо. Дар никогда Бог не забирает. Дар всегда служит для людей. А лично с ним Бог имеет им дело. Потому люди, которые имеют дар исцеления, они могут впоследствии отойти от Бога. И даже жить в грехе. И дар будет работать. Потому что дар для людей. И ради людей. А Ему Он скажет, отойди, я не знаю тебя. Я не знаю тебя. Потом, дорогие мои. Да не чудеса должны сегодня определять, это Бога или нет Бога. Наша вера Богу сегодня. Наша близость с Духом Святым. Чтобы не услышать, отойди, я не знаю тебя. Я должен жить Богом сегодня. У меня нету тоже завтра, у меня есть только сегодня. И завтра будет опять сегодня. И послезавтра будет опять сегодня. У меня есть только сейчас. И мне нужен Бог сейчас. Слышать голос сейчас. Жить верой Божьей сейчас. Быть близко с Богом сейчас. Если изменяться, то сейчас. Если преображаться, то сейчас. Если идти дальше, то сейчас. У меня нету ни вчера, ни сегодня. Я сейчас дышу. Поэтому мне нужно сейчас. Мне нужен Бог сейчас. Дорогие друзья, в Библии написано в Луке, что были люди в жизни Иисуса, которым Он послужил духовно. Такие, как Мария и Сусана, которые в свою очередь, потом они служили своим имением в служении Иисуса Христа. Если говорить нашим языком, это были партнеры Его служения. Потому что таким образом мы все вместе, предействуя в свою меру каждого, мы выполняем Божью миссию на территории этой земли. Друзья мои, я хочу искренне обратиться к вам. Есть ли эти проповеди, есть ли эти передачи, есть ли эти программы? Они благословляют вас. Они благословляют вашу жизнь. И вы чувствуете, что оно помогает вам, и вы растете. Я хочу сегодня призвать вас, чтобы вы стали финансовым партнером служения Flame of Fire. Потому что таким образом мы хотим еще больше послужить через эфиры, через эти проповеди, по всему лицу земли, распространяя Евангелие Царства. Я приглашаю вас стать частью этого служения. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!